Приветствую вас. Мне кажется, Ирина, что в первую очередь вам нужно ознакомиться с треугольником Гарпмана, который очень хорошо описывает ваши отношения. Я думаю, что ключевой, глубинный момент заключается в том, что вы поступили своей работой и интересом, интересом не только ради мужчины, но и из-за того, что вам, вот, собственно, ваша работа, то, чем вы занимались, было не особо интересно. Потому что, если бы было интересно, вряд ли вы, ну, вряд ли вы бы поступили с этим. То, что за детьми некому смотреть, ну, это тоже не выдерживает никакой критики, потому что всегда можно нанять няню, всегда можно, как найти выход из положения, как его находят, в принципе, люди, которые вынуждены работать, ну, или вынуждены, или хотят работать просто, вот, ну, сами по себе. Вот. Поэтому я думаю, что вам просто неинтересно заниматься какими-то вот вещами, я думаю, что вам просто, ну, не то, что не нравится, не нравится, да, наверное, то, что не нравится, сказать нельзя, а скорее просто вот вам неинтересно. И то, что вы полностью зависите от мужа, это ваш выбор. Это ваш выбор. Это не выбор вашего мужа в том числе. И вот основной момент треугольника Карпмана заключается в том, что вы не желаете признать и принять свою ответственность за то, что произошло в вашей жизни. Смотрите, какая штука. Вы не желаете признать то, что в ссоре, которая произошла, вы несете половину ответственности. То есть, ваш вопрос, это про личную ответственность, понимаете? Вот. И, конечно, если вы в определенной степени своему мужчине, например, да, как-то потакали, да, если вы делали, например, то, что он хотел, вот, то сейчас у него возникает логичный вопрос, почему вы перестали это делать. Вот. То есть, этот момент, на мой взгляд, очевиден. Вот. То есть, ссоры, из-за чего ссоры и личную ответственность в ссорах. Это важно. Что касается того, что муж турок. Ну, очевидно, что вы в это что-то вкладываете. Нужно понять, что именно. Вот. Это не он сделал из вас домой хозяйку Ирина. Вы сами выбрали это. Вот. Подступилась работа с твоей стороной. Для чего? Вообще, он потребует удалить игру, потом социальная страничка, потом внутри всей жизни придется удалять. Да, согласен. Так и сильно поругались. Вот почему вы поругались. Вы из-за чего начали ругаться. Очевидно, что накипело. Что накипело? Что наболело? Нужно выяснять. Хочешь, чтобы совсем он на интернете не сидел, а мотивирует, что я ему там с кем-то изменяю. Здесь мужчина проявляет просто неуверенность в себе. Вот. Ну, и, как бы, тот факт, что он турок, тоже накладывает определенные отпечатки. Обзывал не тензунь. Ну, вопрос не в том, что он вас обзывал не тензунь, а вопрос в том, как вы это воспринимаете. То есть, как-то заделали вас это или нет. После разговора сказал, что не собирается меня прощать, и чтобы я ему не готовил, не стирал и просто. Я сказал, что он это согласен. Попытаюсь стоять на ноги, сниму себе квартиру, оставлю его в покое. К тех пор придется им меня потерпеть. Для чего вы это говорили? Потому что вы дали импич, что вам очень обидно. Десять лет... Десять лет супручки жизни должны что-то значить. Ну... Если должны десять лет супручки жизни что-то значить, почему такого предложения? Ведь оно поступило с вашей стороны. Могло не поступать, но поступило. Почему? То есть, вы вновь здесь не отвечаете за свои слова. Что касается десяти лет супручки жизни, то они не значат ничего, если... Вы, например... Ну, если у вас ничего... Ну, если у вас нет ничего общего, к примеру. Поэтому вопросы о том, что десять лет супручки жизни что-то значат, ну, это относительно. Относительно. Вот. Значит... Так, по поводу детей. Это я сказал няня. Вот. Уйти некуда, денег нет, родителей тоже нет. Дети живут как на вулкане, не могу понять, почему папа ругается, мама плачет. А почему мама плачет? Я вот тоже не могу понять. Я хоть не ребенок, но тоже не могу понять. Из-за чего мама плачет? Папа почему ругается? Как вы вообще эти отношения выстраивали? Поставьте, пожалуйста, как поступить в данный штат. И как поступить, чтобы что? Как себя вести, чтобы что? Как жить стираном по данной крыше? Никак. Либо вы принимаете его таким, как он есть полностью, либо просто отстаиваете свои интересы, свои... Ну, свои права и все. Тут, как бы, вариантов, на самом деле, других нет и быть не может, в принципе. Вот. Так что, тиран, вот тиран, становится возможной тогда, когда есть жертва. Если вы предстанете быть жертвой, то и он тираном быть предстанным. Другое дело, что это не так просто. На самом деле, это не так просто, как может показаться, на первый взгляд. Потому что, то, что вы делаете, это, ну, произошло не только сейчас. Это происходит регулярно, я так думаю. Ну, вот. И, соответственно, ну, на мой взгляд, очень желательно, чтобы было понятно, как вы до этого дошли, в принципе. То есть, вот, как вы, в принципе, дошли до того, чтобы, вот, что, по сути, вы стали, ну, зависимой, полностью зависимой от человека. Вот. Вот. Мне кажется, это, ну, это, как минимум, нужно поисследовать и, как минимум, это нужно понять. Вот. Возможно, вы себя потеряли. В таком случае, психологи помогут вам вновь себя обрести. Вот. Я думаю, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Вот примерно такой ответ. Знакомьтесь, для начала, с треугольником Карпмана. Дальше уже можно будет в первую очередь Ирина поработать над личной ответственностью. Дальше все само собой пойдет. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.